Восемь часов столицы, вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Казахстанцы активно снимают деньги с банковских депозитов. Отток средств оценивается в сотни миллиардов. Причем связано это не с последствиями антироссийских санкций. Актюбинские АЗС рискуют остаться без газа, из-за чего предприниматели могут лишиться топлива, расскажет. Вода со вкусом мазута. Строительство малой гидроэлектростанции обеспокоило жителей Алматинской области. Об этом и не только. Прямо сейчас. Международный суд ООН в Гаге назначил слушание по иску Украины против России на 7-8 марта. Исбук подан украинской стороной в минувшее воскресенье. В нем Киев просит привлечь российские власти к ответственности, в частности, за искажение понятия геноцид для оправдания агрессии против Украины. Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны выдвинуть новое ограничение в отношении Москвы. Также он заявил, в случае продолжения бомбардировок, дальнейших переговоров с представителями Кремля не будет. Речь не идет о втягивании стран НАТО в войну. Думаю, всех уже давно в нее втянули. Сейчас санкции введены, и мы видим, как они влияют на российскую экономику. Но нужны еще действия. Бесполетная зона – это превентивные меры. Я уже говорил, что Украина будет воевать, но мы сами по себе, оставшись одни против России, просто не справимся. Когда я говорю «Россия», я говорю не о народе, я говорю об их армии, их руководстве. Важно знать, что если Украина падет, после этого все эти войска будут на пороге других стран. И да, мы за диалог, но как минимум должны прекратиться бомбардировки. Между тем, в Минобороны России заявили, что будут продолжать военную операцию в Украине до достижения поставленных целей. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, удары наносят исключительно по военным объектам. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Ночью в городах Украины было снова неспокойно. Клубы дыма и спасатели, разбирающие завалы. На кадрах вы видите операцию после ракетного удара по украинскому городу Житомир. Это на севере страны. Видео опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Ведомстве отмечают, что российские войска запустили крылатую ракету, по всей видимости, по военной базе, однако попали в жилые дома. Как передает телеграм-канал «Униан», погибли четверо, в том числе ребенок. Только что в жилой дом на улице Соборова рядом с нашей второй больницей попала авиационная бомба. Бомб было несколько. Дом полностью разрушен. В больнице полностью выбило все окна, двери. Количество пострадавших уточняем. Работают пожарные, спасатели и все, кто неравнодушен. Спокойной ночи сегодня не будет. В Харькове нанесен воздушный удар по казармам летного училища. Об этом сообщает телеграм-канал «Униан», ссылаясь на советника главы МВД Антона Герасченко. Источник также передает, что в городе высадился российский десант. Они напали на госпиталь военно-медицинский клинический центр северного региона. Между ними и украинскими солдатами началась перестрелка. Накануне Россия обрушила на второе по величине город Украины ракетный дождь. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 11 человек. Ранение получили 35, в том числе дети. Между тем в Киеве продолжаются работы по восстановлению вещаний телеканалов. После атаки на телевышку. Напомню, накануне было атаковано здание Киевского телецентра. В него попали две ракеты, в результате чего погибли пять прохожих, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, призвав жителей не выходить на улицу из-за угрозы обстрела. Тем временем в Москве подчеркивают, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Санкции в отношении России, похоже, затронули экспорт казахстанской нефти. Покупатели начали избегать сырья из трубопровода Каспийского консорциума, по которому наша страна продает черное золото на внешней рынке. Рейтер сообщает, что причина в смеси с российскими сортами и загрузок из порта соседней страны, на которую наложены санкции. Индийская нефтяная госкорпорация уже предупредила трейдеров о прекращении сделок на прежних условиях. Причина – возросших платежных и страховых рисков. Что на это ответили в Минэнерго Казахстану, узнаем у нашего экономического обозревателя Индиры Тихжановой. На фоне санкции в отношении России индийская госкорпорация объявила, что не будет покупать российскую ЮРЛС и нефть из Каспийского трубопроводного консорциума на условиях ФОП, сообщает S&P Global Plates. Речь идет о международных правилах, согласно которым с продавца снимается ответственность после загрузки товара на судно. В Министерстве энергетики Казахстана нам прокомментировали, что полного отказа нет. Решение индийская сторона приняла из-за возросших расходов по страхованию и транспортировке грузов до НПЗ. В случае поставок продавцам напрямую до их заводов нефть индийская компания покупать будет. Но возможен ли такой вариант, в ведомстве не объяснили. Между тем, в России ранее признавали, что данный рынок сложен для них из-за дорогой поставки и высокой конкуренции со странами Ближнего Востока. Индия – третий в мире импортер нефти. По данным КАС-сервис, на страну приходилось порядка 5% от продаж казахстанского черного золота. В прошлом году туда поставили свыше 3 миллионов тонн нефти. Экономисты отмечают, что для Казахстана данный случай стал первым прецедентом ассоциации с Россией и попадание под влияние прямых ограничений на фоне санкций в отношении торгового партнера. Экономисты телеграм-канала Тингеномика пишут, что нужно срочно принять меры для пресечения подобных кейсов. Они могут негативно повлиять на нашу страну. Напомню, ранее о таких рисках предупреждал и финансовый аналитик Андрей Чеботарев. В интервью телеканалу он заявлял, нет уверенности в том, что Россия будет перекачивать на продажу казахстанскую нефть, если санкции коснутся их собственной. Пока же официальная эмбарго на российские энергоносители не объявляли, кроме северного потока. Между тем, национальная валюта окрепла на вчерашних торгах после рекордного падения в понедельник. Официальный курс на сегодня 487 тенге 75 тенов за доллар. В обменных пунктах столицы американскую валюту продают за 490-494. В целом, казахстанские экономисты положительно оценили решения, принимаемые в эти дни национальным банком для защиты валюты и финансового рынка. Галамжан Айтказин говорит, интервенции проводятся, чтобы не допустить резких скачков курса и спекуляций. Длительное искусственное сдерживание курса, как это предлагают некоторые участники рынка, чревато еще большими рисками. На это будут тратиться огромные резервы, и как результат тенге может рухнуть, а нацбанк на этот процесс повлиять уже не сможет. Поэтому применение такого регулирования не рассматривается. В долгосрочной перспективе экономист ожидает ослабление национальной валюты. Санкции в отношении России косвенно отражаются на Казахстане, и сложно сказать, каким будет курс даже через неделю, отмечает эксперт. Казахстанцам Айтказина рекомендует не паниковать и не принимать решения на эмоциях, а еще упорядочить финансы. При наличии сбережений хранить их по классической схеме. Часть на депозите в валюте, часть в тенге. После январских событий казахстанцы начали активнее снимать свои деньги с банковских депозитов. О такой тенденции сообщает аналитический телеграм-канал первого кредитного бюро DataHub. За месяц вклады увеличились более чем на 2,5%. Это стало самым сильным сокращением с 2016 года. По сведениям бюро, всего жители страны сняли со счетов 345 миллиардов тенге. Наибольший отток произошел у лидеров рынка – Халык, Каспий и отбасы банков. Аналитики отмечают, что такая тенденция в целом характерна для начала года, а вот по вкладам юридических лиц ситуация тревожнее. Они сокращаются три месяца подряд. Январское снижение стало самым сильным за последние пару лет. Компании сняли со своих счетов свыше 132 миллиардов тенге. Значительно снизились объемы в дочерних филиалах российских банков. Данных за февраль пока нет. Напомню, на фоне ослабления тенге и сохранения привлекательности депозитов в казахстанской валюте Нацбанк повысил базовую ставку до 13,5%. Следом выросли максимально рекомендуемые ставки по депозитам. Самая высокая – почти 15% по сберегательным вкладам на год без пополнения. Помимо этого на депозиты начислят 10% премии. В Казахстане ускорилась инфляция. По данным Бюро национальной статистики, ее годовой уровень составил 8,7%. Рост за февраль – 0,8%. Более чем на процент подорожали продукты питания. Наиболее резкий скачок цен произошел на овощи, картофель и муку. В итоге продовольственная инфляция в стране достигла 10%. По непродовольственным товарам и услугам тоже негативная динамика. Особенно это видно по бытовым приборам, автомобилям и лекарствам. Дороже казахстанцам стали обходиться и авиаперелеты. Рост почти 7%. А коммунальные тарифы, судя по статистике, немного подешевели. Это был обзор деловых новостей. Увидимся в следующем эфире. В Ак-Тубе владельцы газозаправочных станций опасаются, что из-за посредников могут остаться без топлива. Несмотря на то, что им разрешили напрямую покупать газ у заводов, большая его часть реализуется через газораспределительные организации. Предприниматели могут остаться не у дел. В ситуации разбиралась Наталья Салькова. По новым правилам, которые вступили в силу с начала января, газозаправочные станции могут напрямую поставлять газ в заводов. Однако владельцы заправок изменений так и не ощутили. Говорят, что большую часть топлива, выделенного для региона, получили газораспределительные организации. В результате выигрыши останутся крупные компании, у которых сеть заправок. Газосетевые организации работают в основном с сетью АЗС, у которых по 15-20 заправок. Они берут большие объемы и им уступают 3-5 тенге, так как они приобрели дешевле, у них реализация хорошая. Мы покупаем немного, поэтому нам газ обходится дороже. Кроме того, мы вообще можем остаться без топлива. Возмущенные владельцы автозаправочных станций с жалобами обратились в Ассоциацию поставщиков жиженого газа. Ее представители говорят, что предполагалось убрать посредников между заводами и заправочными станциями, но в итоге не получилось. Вчера мы получили план поставки и видим, что всего лишь 3 АГЗС напрямую включены, остальные все идут в большие объемы для ГСО. Это говорит о чем? О том, что газ берет, газосетевая организация, выписывает доверенность и берет 125, 150, 100 тысяч только за того, чтобы выписать доверенность. И это идет посредничество. Это единственное посредение, которое незачем для автовывоза. Об этой проблеме известно и чиновникам. В Акимате говорят, что вопрос сейчас рассматривают в Министерстве энергетики. На сегодняшний день в Министерстве энергетики Республики Казахстан планируется внести изменения в правила 68-е, где предусматривается полное полномочие отдать местному исполнительному органу в части реализации механизма напрямую с заводами. Когда решится данный вопрос, пока неизвестно. Между тем, на март региону выделено около 11 тысяч тонн топлива. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Октубе, Хабар-24. Строительство малой гидроэлектростанции обеспокоило жителей Алматинской области. На окраине поселка Харгала начали прокладывать водопровод ГЭСа от общего источника, из которого вода поступает и к сельчанам. Как оказалось, подрядная компания использует старые трубы, которые некогда применяли для перегонки мазута. Теперь люди опасаются, что это загрязнит воду и приведет к массовым отравлениям. Гафу Али продолжит. Малая гидроэлектростанция вдоль реки Каргалы строится с прошлого года. Для нужд ГЭС здесь начали прокладывать трубопровод от местного водозаборного сооружения до самой станции. И в ближайшее время планируют соединить ее перемычкой с сельским водоводом во избежание снижения давления в нем. Однако жители села против того, чтобы соседний объект брал воду из общего источника. В трубах подрядчика они обнаружили остатки мазута. Протяженность этой трубы составляет 3 километра. Ее от сельского водоканала разделяют каких-то 5 метров. Жители Каргалы жалуются, что в случае соединения трубы с местным источником сельчане будут вынуждены пить воду со вкусом мазута. Одно слово, что это труба БУ. Оно видно. Вот это внутри, то, что накопилось, вот эта мазутная осадка на стенках, его невозможно очистить и с этой трубой подать чистую воду невозможно. Вот и отсюда вывод, зачем такой проект, я буду так говорить. Который вот, если строить новый, значит новый, надо трубу уложить и все. И никаких разговоров, никаких претензий. Но заменять старые трубы новыми подрядчики не собираются. Говорят, все эти нерегулярно очищают их от мазута. А негодные участки бракуют и утилизируют. Мы понимаем прекрасно, в любом случае население придет, будет жаловаться, будет возмущаться. Но в первую очередь мы в целях нормальной работы самого оборудования. Нам нужна чистая вода. Поэтому это не в наших интересах. Грязную воду пропускать через турбину, которая импортного производства. С подрядчиками сельчане не согласны. Более того, сама ГЭС несет риск для реки Каргалы. Говорят они, вода из мазутной трубы, пройдя через турбины, вновь попадет в реку и загрязнит ее. И этот день настанет скоро. Строительство гидроэлектростанций планируют завершить уже этим летом. Гафу Али, Абин Нармбаев, Алматинская область, Хабар, 24. Посевная кампания стартовала в Жамбылской области. Вспашку полей земледельцы начали еще в январе. На такой шаг фермеры вынуждены пойти из-за нехватки поливной воды. Это стало уроком для тех, кто понес убытки от прошлогодней засухи. В прошлом году Гаухарбек Шонтаев 50 гектаров земли засеял ячменем. Но из-за засухи остался без урожая. Тем не менее, опускать руки фермер не стал. Поэтому участвует и в нынешней посевной, надеясь на хороший сбор урожая. Зимняя вспашка, считает он, поможет сохранить почвенную влагу. Дождя нет, снега тоже. Эту влагу нужно использовать. Мы хотим успеть посеять к весенним дождям, и мы надеемся, что посевы будут расти с ними. Но будут ли дожди, вот в чем вопрос. Поливной воды в этом году тоже нет. С прошлого года наблюдается засуха. В канале воды мало. Она не придет. Сейчас, в данный момент, в реке Аса тоже мало воде. А раньше вода из берегов выходила. Прошлогодняя засуха внесла свои коррективы в планы фермеров. В результате взлетела стоимость кормов. В этом году земледельцы рассчитывают на благоприятную погоду. И поэтому пораньше начали весенние полевые работы. Мы сеем, несмотря ни на что. Конечно, без потерь не обходится. Риск есть всегда. Возможно, снова понесем убытки. Но если будут дожди, вода, то мы получим хороший урожай. В Таласском районе насчитывается свыше 21 тысячи орошаемых земель. А в этом году из них будет засеяно 14 тысяч гектаров. Для полива специалисты пытаются наполнить влагой все водные объекты. В целях экономии создан специальный график. Также очищено 55 каналов. А фермеры помогают расчищать арыки. В Таласском районе имеется 19 водохранилищ. Из них 18 мы заполнили на 50%. Глава региона поручил своевременно наполнить пруды, чтобы избежать дефицита воды. К 15 марта мы заполним их полностью. То есть сложности на озере Ак-Коль, так как в этом году очень мало осадков. Тем не менее, в регионе уже ощущается нехватка поливной воды. Если выпадение осадков не случится, то этот год станет еще одним испытанием для сельского хозяйства. В целом, в Жамбулской области планируется засеять зерновыми больше 700 тысяч гектаров земель. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Руслан Хатила, Жамбулская область, Хабар-24. Вы смотрите новости Хабар-24. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. В России заблокировали сайты нескольких СМИ. По сообщению Роскомнадзора, радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» распространяли ложные сведения о действиях российских военных в рамках, цитата, «специальной операции по защите ДНР и ЛНР». А на веб-страницах этих СМИ содержатся призывы к экстремизму, насилию в отношении россиян и нарушениям общественного порядка. В редакции «Эхо Москвы» заявили, что не согласны с этим решением и будут продолжать эфир. Ранее Роскомнадзор начал замедлять работу Твиттера и Фейсбука в стране. Ведомство также направило письма администрациям YouTube и TikTok с требованием незамедлительно снять ограничения в отношении ранее заблокированных РТ и спутника. Международный суд ООН в Гаге назначил слушание по иску Украины против России на 7-8 марта. Иск был подан украинской стороной в минувшее воскресенье. В нем Киев просит привлечь российские власти к ответственности, в частности за искажение понятия «геноцид» для оправдания агрессии против Украины. Накануне президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал страны выдвинуть новые ограничения в отношении Москвы. Также он заявил, в случае продолжения бомбардировок, дальнейших переговоров с представителями Кремля не будет. Речь не идет о втягивании стран НАТО в войну. Думаю, всех уже давно в нее втянули. Сейчас санкции введены, и мы видим, как они влияют на российскую экономику. Но нужны еще действия. Бесполетная зона – это превентивные меры. Я уже говорил, что Украина будет воевать, но мы сами по себе. Оставшись одни против России, просто не справимся. Когда я говорю «Россия», я говорю не о народе, я говорю об их армии, их руководстве. Важно знать, что если Украина падет, после этого все эти войска будут на пороге других стран. И да, мы за диалог, но как минимум должны прекратиться бомбардировки. Между тем, в Минобороны России заявили, что будут продолжать военную операцию в Украине до достижения поставленных целей. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, удары наносят исключительно по военным объектам. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. Организация Объединенных Наций дала старт двум крупномасштабным программам оказания экстренной гуманитарной помощи Украине. Первая нацелена на поддержку людей, оказавшихся непосредственно в зоне конфликта. Вторая поможет тем украинцам, которые были вынуждены покинуть свою страну. По словам генсека ООН, на эти цели потребуется почти 2 миллиарда долларов. Среди всего прочего, обе программы включают закупку медикаментов, питьевой воды, палаток и средств защиты. Антонио Гутерриш вновь подтвердил, что агентства ООН остаются и работают в Украине. Партнеры ЮНИСЕФ готовы оказывать психологическую помощь детям. А первые партии продуктовой помощи Всемирной продовольственной программы находятся в пути из Турции. По нашим подсчетам, на нужды 6 миллионов наиболее уязвимых украинских граждан внутри страны в течение трех месяцев потребуется 1 миллиард 100 тысяч долларов. Стоит подчеркнуть, что помощь будет нужна не только внутренним переселенцам, но и тем жителям, которые не могут получить свои пенсии, тем, у кого перестал работать интернет, и тем, кто нуждается в плановой медицинской помощи. Стоит подчеркнуть, что если вы хотите, то, что вы хотите, то, что вы хотите, то, что вы хотите. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Перейдем к другим темам. Всего пара дней осталось до начала зимних паралимпийских игр в Пекине. Они пройдут с 4 по 13 марта. Организаторы уже объявили о полной готовности к их проведению. Так же, как и олимпийские соревнования паралитетов будут проходить в трех разных локациях. Из Пекина репортаж Потагос Рогабаевой. Только отзвучали последние аккорды зимней Олимпиады, как организаторы стали поспешно адаптировать спортивные остальные объекты под пара атлетов. Также к Паралимпиаде модернизировали больше 300 тысяч мест в Пекине, сделали их доступными для людей с ограниченными возможностями. Сегодня по облику города можно увидеть, что он ждет соревнований. Цветы и баннеры приветствуют спортсменов. Восемь спортивных объектов и две паралимпийские деревни полностью без барьеров. Мы также оснастили безбарьерным оборудованием 25 специализированных госпиталей. 60 отелей и 7 ресторанов для Паралимпиады. У Паралимпиады своя эмблема и свой талисман – мальчик-фонарик Сьё Жунжун. Фонарь – это важный атрибут китайской культуры, символизирует праздник и процветание. Имя у маскота также со смыслом. В переводе с китайского иероглиф Сьё означает «снег». Первый – Жунг показывает проявление толерантности, а второй – таяние. Вместе они призывают к большему участию людей с ограниченными возможностями в обществе и к лучшему взаимопониманию между культурами мира. Кстати, Сьё Жунжун уже сменил панду Биндундуня – символа Олимпиады – на конструкции перед стадионом «Птичье гнездо». Эсофета Олимпийского дня стартует за два дня до открытия зимней Паралимпиады. Сама церемония состоится 4 марта. За 78 комплектов медалей будут бороться порядка 700 спортсменов. Всего 48 делегаций. Они представят свои страны в шести видах спорта. Горные и беговые лыжи, биатлон, сноуборд, хоккей на санях и керлинг на колясках. Игры пройдут под девизом «Радостное свидание на чистом льду и снегу». Сам Китай готовился к соревнованиям основательно. За последние годы число паралимпийцев в стране выросло с 50 до 1000. По официальным данным, ежегодно 300 тысяч людей с ограниченными возможностями получают доступ к зимним видам спорта. Ситуация с коронавирусом в Казахстане. За сутки в стране выявили 260 ковидных больных. В регионах регистрируются единичные случаи заражения. Тем временем Польша минувшим днем зажила по новым постковидным правилам. С 1 марта там прекратили действовать наиболее строгие ограничения. По сути, страна вернулась к привычному образу жизни. Например, двери вновь откроют рестораны и кафе без каких-либо правил и условностей. В будни поляков вернутся вечеринки и другие массовые мероприятия. На замечание скептиков о поспешности празднования победы над ковидом власти Польши отвечают фактами и статистикой снижения числа инфицированных. Дмитрий Лукша с подробностями. Два года мы жили под санкциями коронавируса. Время пришло возвращаться к нормальной мирной жизни. Из таких слов свое обращение к полякам начал премьер-министр страны Матыш Моровецкий. По заявлениям политика, с началом весны будни поляков расцветут, как это было раньше. Запреты на массовость уходят в прошлое с надеждой, что навсегда. Это решение не было поспешным. После многочисленных консультаций с медиками, анализа числа заболевших, мы поняли, что общество готово к изменениям и ограничениям могут быть сняты. Говорю сразу, мы не боимся, что это вызовет эпидемиологическую халатность. Мы видим, что культура безопасности высока в поляках. Поэтому новая пятая волна пандемии уже побеждена. По сути, из новой ковидной в старую докарантинную жизнь вернутся лишь маски. Аксессуар по-прежнему останется рекомендуемым в помещениях. Зато обязательно удаленная форма работы, судя по опросам, столь наскучившая полякам, уходит в прошлое. Кроме того, снимаются ограничения на посещение непривитыми людьми магазинов, церквей и прочих общественных мест. А уже в ближайшие выходные, впервые с начала локдауна, заработают дискотеки и ночные клубы. А в кинотеатрах возобновят работу бары и кафе. Мы не говорим о полной победе над коронавирусом. Элементарные правила безопасности остаются, если у человека ковид-19, он также обязан самоизолироваться на 7 дней, если болезнь проходит бессимптомно. Если в тяжелой форме срок изоляции определяет врач, исходя из состояния здоровья инфицированного человека. Это не ограничения, это стандартные медицинские предписания, в случае болезни, какой бы она ни была. На неделю изоляции, как и прежде, будут отправляться приезжающие в Польшу. Это правило, пожалуй, останется последним автографом пандемии. Изменения коснутся и больниц, где на уровне национальной программы приоритетной станет модернизация палат и оборудования клиник. Дмитрий Лукша и Кшиштов Зебровский. Хабар, 24. Польша. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok